Приветствую вас, но если говорить о конкретном направлении вашей деятельности по поводу того, чтобы как-то скорректировать поведение вашей дочери, то здесь я мог бы вам порекомендовать, пожалуй, только прививание ей некого чувства ответственности за то, что она делает. Я имею ввиду, что вы, получается, и деньги ей даете на ее поездки, и стираете за ней, убираете за ней и так далее, и так далее, и так далее. Вы понимаете, если человек говорит, если ваша дочь говорит, что она хочет жить самостоятельно, если дочь хочет как-то вот взрослую вести, то нужно понимать, что как бы для этого нужны свои средства дочери. То есть она не может жить своей жизнью, но при этом вести себя так, как будто вы для нее должны что-то делать. И в этом контексте вы можете говорить, что окей, хочешь жить своей жизнью, пожалуйста, живи, но только за свой счет. Ездить, хочешь куда-то ездить, пожалуйста, ездить, но только за свой счет. А то получается, что вы ее обеспечиваете, вы за нее все делаете, вы даете ей деньги, как я понял, и она этим пользуется, по сути дела. Но если она совершеннолетняя, то пусть она себя же и обеспечивает, тогда. Я думаю, что это как минимум справедливо. А у нас же, это как минимум справедливо. Дальше. Вы дайте ей понять, что любое ее действие, которое она совершает, имеет последствия. И эти последствия, они ударят больно, в первую очередь, по ней, по дочери, не по вам, по ней. Ага, посвольте ей прочувствовать всю прелесть взрослой, как она говорит, жизни. Для нее взрослая жизнь сейчас, это одни только сплошные права, это свободы, но никакой обязанности и никакой ответственности. Так вот, именно про ответственность вашей дочери и нужно вести речь. Если она взрослая, если она говорит, что будет здесь как хочет, вы ее переубедить вряд ли сможете. Потому что, ну, она действительно совершеннолетняя, она уже действительно взрослая. Но просто перестаньте для нее делать все, что вы делаете сейчас. Представьте, снабжать ее деньгами, представьте, представьте стирать за ней, представьте ее убирать за ней, я имею ввиду, как бы, ну, то, что она делает. На кухне, там, если, там, посуда какая-то, да, это можно сделать. Но, что касается ее вещей, просто грязные вещи, например, можно сваливать в кучу и все, и вот они остаются. Не готовить, например, ничего для нее, если она не готовится, только торчит, только на себя и все. С продукции, если она, ну, вы можете так и сделать, если она, она, ничего, вот так всегда ведет, вы можете просто продукции ей не давать, тогда, понимаете? И дома вы не можете, потому что собственность это ее, в том числе ее, это было бы несправедливо, это незаконно. А вот действовать подобным образом, да, вполне, вполне. Дайте ей понять, что взрослая жизнь это ответственность и обязанность, в первую очередь. Далее. Значит, это было то, что вам, ну, это то, что вам поможет, при этом. Теперь поговорим немножечко о мотивах. Значит, смотрите, вы держали в свою дочь строгости до 18 лет. Зачем вы это делали? Для чего вам нужно было, чтобы она была домоседкой, как вы говорите? Какую цель вы преследовали? Понимаете, строгость, любое строгое отношение к ребенку приводит к двум последствиям. Первое, либо ребенок становится совершенно неуправляемым и, по сути дела, привлаживается в реакционное существо, какая она сейчас является, в котором она сейчас является. То есть она, вот у нее вот все это время копилось, 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 вот эти вот все желания, да, желание быть свободными, желание там по предности, по предности, по предности, все это копилось. Притом, что вы держали ее строго, значит, вы несли за нее ответственность. Вы сами не позволяли ей нести ответственность за себя, именно потому что вы были строгой с ней. И сейчас она просто-напросто не знает, что такое ответственность. Именно потому что вы держали ее все время в строгих, как бы, рамках. И вы несли за нее ответственность. Возникает вопрос. Вы сейчас пытаетесь человека привлечь к ответственности? Вы сейчас, вам сейчас нужно дать человеку подчувствовать ответственность. Но вы же ее ответственности не научили. И я бы хотел, чтобы вы для себя подумали, зачем вы держали дочь строгость? Имеет ли она сейчас моральное право, при том, что строгость имеет в виду, что вы ничего ей не позволяли пожить для себя? Я имею в виду без элемента вашего содержания. Вы не обязаны содержать ее капризы, ее поездки, ее развлечения. Это безусловно. Я имею в виду просто от моральной точки зрения. Почему вы считаете, что дочь должна жить у строгости? Почему ваша дочь должна жить у строгости? Она и курит, и гуляет, скорее всего. Именно как реакция, как в противовес тому, что вы ей внушали. Понимаете? Сигареты, почему подростки сначала начинают курить? Это свобода, это государство, это подзапрет. Все запретное, а привлекательное. И вы, держа ее в строгости, по сути, все сделали под запретом. А значит привлекательное. Все сделали запретным, а значит привлекательным. Вот поэтому ваша дочь себя так и ведет. Понимаете? И если вы хотите наладить с ней отношения на уровне понимания, то вам с ней стоит разговаривать. Вам нужно последовательно доносить до нее, почему вы так с ней себя вели. Относиться с пониманием к тому, что она делает сейчас. Но так же мягко, но твердо говорит о том, что вы не собираетесь внести ответственность, финансовую ответственность за то, что она делает. Вот это было бы правильным решением. Но это, вместе с тем, потребует от вас, потребует от вас, некоторого расширения кругозора. Если вы готовы к этому, то, я думаю, у вас все получится. И вначале отношения наладятся, когда она нагуляется, и когда ее удовлетворенность придет в норму, она подсюдует, что взрослая жизнь, это не только права, но и обязанности, она, скорее всего, захочет к вам вернуться, продолжена в своих условиях. Понимаете? Ну, всегда человеку свободны. Свобода, это на самом деле, очень неоднозначная такая структура. Свобода привлекательна, пока нет ответственности за нее. Как только человек ощущает ответственность, будучи свободным, но этого свобода сразу становится не такой уж привлекательным. Вот ваше дочь пока этого не понимает. И опять же, не понимает она этого потому, что у нее не было возможности этого понять. Вот вы держали ее в строгостве. И самое страшное заключается в том, что может быть, может быть, она так и не научится ответственности, потому что 18 лет, это тот возраст, когда человек уже сформировался. Это я вас просто предупреждаю. И говорю о том, что стоит ли так дочь обвинять однозначно, что страны все делают. Просто подумайте об этом. Подумышляйте. Возможно, вы сами сегодня боялись, и именно поэтому вы старались выдержать строгость. Я понимаю, вы хотели как лучше, но, к сожалению, в данном контексте это скорее было только во вред, а не на пользу, как вы видите сами, потому что если бы вы не держали ее строгости, то, соответственно, того, что есть сейчас, не было бы. Но если вы извлечете правильные выводы, все еще можно исправить. Настолько, насколько это возможно. Через разговор, через диалог, через позиционирование дочери, как равной вам, если вы готовы ее так воспринимать, все можно исправить. Вопрос в том, хотите ли вы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.